Каждое преступление должно быть раскрыто. Принцип работы следователей-криминалистов. 19 октября они отмечают профессиональный праздник, а накануне специалисты Следственного комитета традиционно проводят экскурсию по своим лабораториям и показывают журналистам, как и где распутывают тайны злоумышленников. Это учебный полигон. В помещении воссоздан интерьер однокомнатной квартиры. По легенде, здесь произошло убийство. Задача начинающего следователя – найти все улики. Некоторые – очевидные. Например, нож, лежащий на полу. Предположительно, орудие преступления. Другие заметны только наметанному глазу. Ну, например, вот этот вот след свидетельствует о том, что была борьба, и, соответственно, это тростологический след, оставленный здесь, соответственно, сформирован реальный биологический след. Опыт – вот, пожалуй, главное в этой работе. На весь регион 8 экспертов-криминалистов. Каждый на вес золота. Может и умеет практически все. У него есть допуск по проведению семи традиционных экспертиз. Это основные экспертизы дектилоскопическая, тростологическая, то есть по следам, по пальцам. Экспертиза холодного оружия, метательного оружия, экспертиза документов, почерковеческая, значит, и экспертиза баллистика. В данном случае мы перекрываем практически потребности следственного управления одним экспертом процентов, наверное, на 60-70. А это существенно сокращает сроки. Вообще вопрос времени – один из главных при расследовании. Поэтому вся техника на вооружении следователей должна делать их работу более оперативной. Например, этот прибор помогает считать данные мобильных телефонов, изъятых на месте преступления. Работает с любыми марками, техникой разных лет и стран производства. Без прибора следователи информацию получали бы вручную. Криминалистика – работа аналитическая, скрупулезная. Иногда на месте преступления следователь находится сутками. Например, похищение несовершеннолетнего в том же самом ГАФ-посаде следственной оперативной группы работал на месте происшествия около двух суток. Обрушение жилого дома в Ильинском, в поселке Ильинской-Хованской, которое было в октябре этого года. Также в течение нескольких суток работали на месте происшествия. В этой лаборатории самое дорогостоящее оборудование. В ЦАН окрилатную камеру помещают предметы с мест преступлений. И благодаря химическим реакциям через 30-40 минут на них белыми узорами появляются отпечатки пальцев, невидимые прежде глазу. А этот метод определения отпечатков по старинке. Поверхность предмета обрабатывают специальным порошком. И вот уже виден отчетливый след. Затем специальной пленкой его фиксируют. Можно подшивать в дело. Но этот пример показательный только на камеру. На самом деле преступники тщательно скрывают следы преступлений. И таких четких отпечатков не оставляют. Научный прогресс не стоит на месте. Соответственно, и учатся этому и преступники. Они стали более умными, более изощренными. И как в совершении преступления, так и в сокрытии следов и различных улик при совершении преступлений. Собственно, они меня всегда все удивляют. И своей иногда изощренностью, а иногда и своей глупостью откровенной. Которая помогает нам, собственно, раскрывать преступления. Преступники стали более грамотными, рассказывают специалисты, и более осторожными. Знания свои злоумышленники нередко черпают из криминальных сериалов и сводок новостей. И вообще, кино о своей работе следователи не любят. Больно у них там все легко и складно. На деле процесс доказательства экспертизы более длительный и утомительный. Художественному приукрашиванию в Следственном комитете места нет. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.